28 мая наша страна отмечает День Пограничника. Без преувеличения, этот праздник один из главных в календаре, ведь Россия имеет самые протяженные границы в мире и соседствует с 18 государствами. Ежедневно на охрану рубежей выходит около 12 тысяч нарядов, десятки кораблей и катеров. Особенно примечательен этот день для тех регионов, в которых расположены погранзаставы. У дагестанских защитников южных границ свои традиции празднования. К примеру, возложение цветов как дань уважения тем, кто отдал свою жизнь за родину. Памятник героям-пограничникам в городском парке не раз становился местом празднования особых дат. На сей раз высокопоставленные чиновники, ветераны пограничной службы, представители других городов республики и простые коспечения пришли отметить профессиональный праздник всех тех, кто исполняет свой служебный долг и отстаивает интересы родной страны. В своем приветственном слове заместитель председателя правительства Рамазан Джафаров зачитал поздравления от главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова. Начальнику пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан генерал-лейтенанту Шмоткину Игорю Николаевичу. Сердечно поздравляю командование, лично состав ветеранов пограничного управления Федеральной службы безопасной Российской Федерации по Республике Дагестан с профессиональным праздником – Днем пограничника. Пограничники прошли героический путь и вписали немало ярких страниц в историю нашего Отечества. Они бесстрастно сражались на фронтах Второй мировой войны против фашизма, японских милитаристов. Уже в современное время наши пограничники храбро воевали в Афганистане, Таджикистане, отстаивают целостность российского государства на Северном Кавказе. В выражении «есть такая профессия – родину защищать» относится именно к этому роду войск. Пограничники стоят на передовой и всегда готовы встретить врага лицом к лицу. И во все времена, будь то 1941 год, когда фашистская армия наступала на Советский Союз, или 90-е, когда прочность уже российского солдата пытались проверить радикально настроенные банформирования, защитники рубежей давали достойно отпор противнику. Это в своих выступлениях подчеркивали практически все гости. И сегодня многие казаки-кизлярцы исполняют обязанности понесению государственной службы в пограничных войсках. Зная о том, что служба пограничника напряженно, сурово, опасна и трудна, но все равно вам выпадают редкие минуты отдыха. Казаки Кизлярского округа дарят вам аппаратуру, позволяющую смотреть много телевизионных каналов в хорошем качестве через спутник. В этот день благодарственными письмами отметили всех, кто в течение года демонстрировал свои профессиональные качества и с достоинством исполнял служебный долг. Подполковник Агаев Малик Майорович. По уже сложившейся традиции завершили торжественное мероприятие возложением цветов в памятник героев-пограничников, как знак того, что мы все будем помнить о подвиге наших соотечественников, отдавших свою жизнь, защищая рубежи родной страны. Зайра Гамзатова, Шамиль Гусейнов, Новости Каспий-ТВ.